добрый день сегодня у нас инструкция кофе-машинки philips hd 8650 наклонная черта 0.9 то есть по сути это seiko x small или philips x small вот без выхода воды то есть включение машинки кнопка питания ну сзади клацалка и включение на передней панели нажимаем начинает моргать этот значок это значит идет нагревание только машинка нагреется произойдет промывка она будет готова к работе по бункерам сверху бункер зерна с регулятором помола то есть в комплекте должна идти специальная ручка и в момент когда медлит кофемолка можно менять помол зерна от более крупного более мелкому влияет на качество кофе так у нас машинка горячая поэтому промывка не произошла если бы она была холодная с носиков бы слилась порядка 30-60 миллилитров воды наполнилась бы система и вы вымала бы остатки кофе дальше бункерок воды слева сюда набираем водички можно где-то на два пальца не доходя до конца держать вот если нету воды горит индикатор здесь бункерок для жмыха сюда складываются таблетки то есть отработанный кофе вот если нету получается отходит или совсем нету бункер очка мигает вот эта лампочка то же самое касается заварного блока если вы не до конца оставили заварной блок у вас все закрыто будет мигать эта лампочка заварной блочок стандартный сэковский мы его промываем раз в недельку под холодной водой вымываем вот эти остатки кофе то же самое вставляем его до щелчка попадаем в направляющие все щелкнула заварной блок на месте закрыли дверку она должна быть заподлицо если она где и заварной блок не до конца приготовление кофе кофе готовится одним нажатием кнопочки как бы варианта у нас особо нет один раз нажмем одну порцию делает если нажать раз и еще раз сделает две порции кофе то есть два выхода носиков постройки из возможностей настройки машинка позволяет переопределить объем кофе вот смотрите один раз нажать это приготовить кофе если нажать и подержать будет менять объем кофе то есть нажать подержать по порядка трех-пяти секунд меняется работа светодиодов сейчас мы это сделаем это будет заметно вот и тогда можно изменить объем порции кофе он допустим хватит эту порцию мы сделали все-таки нажимаем и держим загорелась эта лампочка это значит идет переопределение объема когда нальется нужное количество кофе нажмете кнопочку еще раз и кофемашинка запомнит этот объем возможности настройки крепости кофе нет настройки температуры тоже нет есть возможность декальцинации то есть если эта лампочка у вас начинает моргать кофемашинка советует вам сделать декальцинацию сейчас расскажу как это делается ну вот допустим нам этого будет достаточно вот все в следующий раз если вы один раз вкладываете эту кнопочку кофемашинка вам повторит вот этот объем вот как раз к индикации вот у нас закончилась вода загорелся индикатор декальцинацию можно запустить только в момент когда мы кофемашинка выключена то есть выключаем и если у вас мигает этот индикатор кофемашинка рекомендует делать декальцинацию мы ее выключаем нажимаем кнопочку питания придерживаем отпускаем происходит промывка что нужно сделать наполнить бачок раствором для декальцинации и зажать кнопочку приготовления кофе и подержать пять секунд запустится цикл декальцинации то есть будет сливаться первая порция 1 бачок сольется порционно с кислотой как закончится загорится значок окончания воды на и выливаем второй бачок чистой воды и повторяем нажатием этой кнопочки и второй бачок сливается очищая систему от уже кислоты так об особенности кофемашинки со временем разбалтывается этот платочек вот он очень легко ходит на этом аппарате и в момент каждого приготовления кофе он может отходить и машина будет постоянно выбивать у вас ошибку то есть если у вас машинка делает кофе и постоянно загорается эта лампочка попробуйте пошевелить подгончики большинстве случаев проблема будет решена что по самому аппарату в принципе обыкновенная сэковская конструкция проблема только с этими лоточками то есть если вы делаете декальцинацию и тщательно промываете заварной блока раз недельку будет вам служить годами вот нос надо следить за аппаратом опять же ну это касается любой кофемашинки все спасибо за внимание